Ирландская рагу или испанская осада? Что в этих блюдах общего? Сейчас попробуем разобраться. Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Я чуть ли не в каждом выпуске говорю, что мне очень нравятся рецепты такого типа, когда навалил кучу продуктов в одну посудину и оставил в покое в духовке или в печи. А затем начинается праздник живота. Так вот, по моим наблюдениям, я не один такой любитель таких вот простых рецептов. Есть у ирландцев их национальное блюдо – ирландское рагу. Они заваливают кучу овощей, картошки, мяса в котелок, добавляют или иногда не добавляют пиво и готовят. У испанцев сходные привычки. Только они вместо пива, как правило, добавляют вино или не добавляют. И готовят не на плите, а в духовке, ну или в печи. Называется это дело осада. Осада из птицы, осада из кролика, осада из свинины. Наиболее близкий перевод на русский язык слово «осада» – это жаркое. Давайте сегодня приготовим осада из говядины. А готовить это блюдо я буду в дровяной печи. Вы же можете использовать духовку. Для того, чтобы в готовом блюде была сладость, необходим лук. Во-первых, луковый сок отлично размягчает мясо. А во-вторых, в луке много сахаров. И вот эти сахара прекрасно украсит собой вкус нашего жаркова. Выкладываю лук на дно горшка. От высокой температуры лук даст сок. И наше мясо начнет тушиться в этом соке. Сразу добавлю немного оливкового масла. Вот этого будет достаточно. А теперь сюда отправляется мясо. Укладываю говядину косточками вниз. Самое вкусное мясо растет возле костей. Это у меня грудинка. В грудинке очень много соединительной ткани. И при длительном тушении выделяющийся из этой ткани коллаген создает совершенно великолепную текстуру, консистенцию мяса. Естественно, сразу немного соли. Лавровый лист. И черный перец. Много не надо. Так, чуть-чуть для аромата. Раз уж мы готовим рагу или осада, ну, в смысле жаркое, давайте использовать как можно больше даров осени. Немного моркови. Немного корня сельдерея. Небольшой кусочек лука порея. Немного стебля сельдерея. Еще у меня завалялся вот такой вот кусочек репки. Тоже дело пойдет. Вот такой кусочек корня петрушки. Чем более разнообразна по составу ваша рагу, ваша осада, тем она вкуснее. В принципе, конечно, будет очень даже вкусно, если только использовать лук и картошку. Но у нас же сейчас осень. Куча плодов, куча корней. Все только-только из земли. Ароматные. Еще не высохли за землю. Сам Бог велел наслаждаться. И вот такой вот кусочек местной редьки. Или даже половинку, наверное, вторую половинку на суп оставлю. И все это отправляется в горшок, к мясу. Ну и, конечно же, картошка. Какое может быть рагу без картошки? Картошку, как вы видите, я нарезал довольно крупно. Ну и чтобы блюдо выглядело по-осеннему богатым, положу сюда грибов. У меня шампиньоны. Белые и вот такие коричневые. Они, по-моему, называются королевские. Остается еще раз присолить. Добавить еще немного черного перца. И ключевой момент. Немного пива. Много пива не надо. На вот эту посудину вполне хватит примерно стакана. Мне в таком рагу больше всего нравится использовать темное пиво. Но только не Гиннес. У Гиннеса чересчур сильный вкус. Сборку нашла сабы закончили. Можно все убирать в печь. У меня есть вот такие замечательные рукавицы. А теперь надо отгрести жар в сторону. Очень сложно точно регулировать температуру в дровяной печи. Поэтому я буду почаще проверять содержимое гашка и при необходимости подливать воды. Смотрите, если у вас нет дровяной печи, вы собираетесь готовить в духовке, то температуру ставьте в ней 180-200 градусов. Почему я устанавливаю такие размытые границы? Все зависит от вашей посуды. Если у вас чугунная посуда или алюминиевый казан, ну, в общем, металл, то устанавливайте по нижней границе. Если глиняный горшок, как у меня, то по верхней границе. И посматривайте обязательно. Готовность определяйте по вашему мясу. В общем и целом ориентируйтесь так. Если кусочки вы нарезали мясо мелко, то примерно час уйдет. Если куски крупные, да еще и на костях, как у меня, это может занять и полтора, и два часа. Совсем не обязательно четко придерживаться вот этого списка продуктов. Главное, что нужно помнить. Кислая среда не дает картофелю приготовиться. Он становится таким стеклянистым. Поэтому, если собираетесь добавлять эту самую кислую среду в виде помидоров или, допустим, в виде вина, следите за тем, чтобы картошка и эта ваша кислота не соприкасались. То есть картошка должна быть на самом верху, а ваши помидоры в самом низу. Ну, а вообще, я бы, например, помидоры добавлял, если бы мне захотелось их добавить, вообще в самом конце, когда картошка уже приготовилась и разварилась. А в остальном фантазия касательно тех продуктов, которые вы используете, просто безгранична должна работать. Вы меня уже несколько раз просили рассказать о конструкции этой печи и о конструкции мангала. Рассказываю. Для этого нам понадобится немного виртуальной реальности и небольшое путешествие в прошлое. Поехали. Итак, сначала здесь были горы сорняков, строительного мусора и страшненькая деревянная конструкция, которая должна была изображать навес для машины. Все это мы снесли, сорняки выдрали, основание выровняли и приступили к строительству. С ремонтно-строительными работами в Испании далеко не все просто. Даже для того, чтобы отремонтировать свою квартиру, например, поклеить обои дома, нужно брать разрешение. И это, мягко говоря, совсем не бесплатно. Короче, деньги дерут буквально за все. На смену этой невнятной деревянной конструкции мы выложили из бетонных блоков столбы опорные, установили бетонные перемычки, залили их по опалубке, заказали ворота, которые нам достаточно быстро привезли и смонтировали. Я выражился инструментом столярным, немного постолярничал, и появилась моя гордость. Деревянная калитка. По всему участку была уложена арматурная сетка. У нас участок находится на скале, земли здесь практически нет, камни, редкие сорняки, ну и немножко такой грязи, пыли. Поэтому никакого укрепления основания не потребовалось. Поэтому уложили арматурную сетку и залили все бетоном. Нам даже для деревьев некоторых пришлось не копать ямы, а долбить ее отбойным молотком, причем не ручным. Мы вызывали трактор с навесным оборудованием, и он одну яму размером, наверное, сантиметров 80 в диаметре и глубиной 60 сантиметров долбил по полдня. Искры летели. Затем пришел черед вот этой стенки. Она у нас отделила зону барбекю от хозяйственной зоны, так скажем, ну или от навеса для машины. И вместе с этой же стенкой мы сразу выкладывали из бетонных блоков опорные стенки для печки, для мангала барбекю, для рабочей поверхности. Все это выложено из блоков. Высоту основания для печи я делал 105 сантиметров, а высота основания для барбекю и для рабочей поверхности 90 сантиметров. Купол печи заказывал готовый в гончарной мастерской. Это дешевле, да и проще, чем выкладывать его из кирпича. Но дальше все было просто. На основании выложили контур из кирпича, засыпали это основание спесью перлитой керамзита для теплоизоляции. И немного помучившись, выдрузили купол печи. Основание печи 110 сантиметров. Толщина пода, этот купол сразу был и стенки, и дно печи готовое было. Так вот, толщина основания печи 6 сантиметров, ну плюс-минус. Толщина стенок где-то 4-5 сантиметров. Да, это маловато. И такая печь остывает гораздо быстрее, чем печь, выложенная из кирпича. Но зато она и нагревается гораздо быстрее. А так как я никогда не планировал открывать здесь пиццерию, то мне вот этой толщины хватает за глаза. Я готовлю максимум 6 пицц за раз. И запасенного печью тепла на это количество хватает выше крыши. Больше того скажу, после выпечки этих пицц, уже не докладывая дров, ничего, я в этой печке на остаточном тепле могу готовить, запекать всякое мясо, птицу, рыбу. По прошествии 3-4 часов, когда температура упадет градусов до 100, в этой печке можно сушить овощи, фрукты. Короче, я доволен. Итак, по завершении этих работ мы выложили портик, установили дверцу и вывели дымоход вот в эту зону. А здесь опять была собрана опалубка, и вокруг дымохода в том числе, и по арматурной сетке купол дымосборника мы забетонировали. Но когда бетон на куполе схватился, мы сняли опалубку, установили на готовый купол трубу из нержавейки, она там большого диаметра, 20 см, насколько я помню. Обмотали ее утеплителем в 5 см толщиной, минераловатной использовали. Купол печи тоже утеплили, там 10 см. Обмотали все это дело фольгой, чтобы утеплитель не намокал, обтянули сеткой для штукатурки и оштукатурили все поверхности. После чего обложили декоративным камнем печку, покрасили штукатурку, и на этом строительство комплексового барбекю было почти завершено. Почему почти? Потому что я до сих пор еще не сделал дверцы на дровяннике, до сих пор некоторые плиты здесь тоже не уложил на клей. Не доходят руки, снимаю для вас видео. Что касается самого мангала или зоны барбекю. Все стенки, боковые, задние, основания я выложил огнеупорным кирпичом. Заказал в металлической мастерской вот такую простенькую конструкцию. Сам болгаркой пропилил на нужной высоте прорези. Купил вот такую вот готовую решетку. И теперь могу регулировать расположение ее по высоте, просто перевыставляя на нужный мне уровень. Это очень удобно. Почему я выбрал именно такую решетку? Именно из-за этой формы ребер. Они выполнены в форме канавок, поэтому большая часть жира, которая стекает с куска готовящегося продукта, течет по этим канавкам в переднюю часть, не капает на угли и, соответственно, угли не вспыхивают. Вот в этой части я жгу дрова и при необходимости именно отсюда я добавляю горячих углей под решетку. Вот такая конструкция. А вот здесь я храню дрова. Здесь у нас олива и апельсин. Вообще дрова в наших краях дорого стоит, 70 евро за кубометр хотят. Ну вот, вроде бы все рассказал, ничего не забыл. Ладно, у меня перерыв. Все, готово. Пора накладывать. Я считаю, нет нужды расхваливать это простецкое международное блюдо. Ну, посмотрите на это мясо. Посмотрите на этот соус. Это божественное блюдо. Грибочки, они ведь лежали сверху под глиняной крышкой, а жар в печи основной идет именно сверху. Поэтому они слегка запеклись и прижарились. И только потом, когда уже выступило большое количество сока, бульона, и когда я еще добавлял воду дополнительно, они начали томиться в этом бульоне. Обалденное сочетание. Просто обалденное. Давайте посмотрим, что есть с мясом. Кромсаю кусочек. Это кулинарный оргазм. Кстати, друзья мои, если у вас есть порционные глиняные горшочки, то вот это блюдо обалденно в них будет готовиться. И подача получится у вас такая более презентабельная, подходящая для того, чтобы встретить гостей. Или устроить какую-то ароматическую черенку. Не очень быстро, конечно, но от вас времени, сил на это блюдо тратится совсем немного. Поэтому я настоятельно рекомендую брать на вооружение, если вы этого до сих пор еще почему-то не делаете. Да наверняка делаете. Вся фишка этого блюда только в... Я еще раз повторюсь, в как можно более разнообразном использовании разных хранеплодов. Круто сказал. Разнообразном использовании разных хранеплодов. Заговариваюсь от вкусноты. Вот и все на сегодня. Новые зрители, не забудьте подписаться, а то потом потеряетесь, расстроитесь и бегом смотреть плейлисты на канале. Там такая куча всяких разных интересных рецептов. И еще одно. Приготовили что-то по рецептам кулинарной пропаганды. Идете в группу ВКонтакте. Ссылки на соцсети в описании видео. И постите фотографии. Давайте пропагандировать вкусную еду. Спасибо за компанию. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин